МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас приветствует программа о безопасности дорожного движения Патруль 76. В студии работает Никита Белохвостов. И мы начинаем. Никогда не знаешь, кто за рулем. Госавтоинспекция Ярославля провела масштабный рейд пассажирского транспорта в районе Московского проспекта. По статистике, только за этот год по вине водителей автобусов произошло 58 ДТП, в которых пострадало 90 человек. Самые частые нарушения – это несоблюдение техники безопасности, режима труда и отдыха, а также игнорирование дорожных знаков. По итогам проверки 18 водителей привлекли к административной ответственности. Наиболее частным причинением ДТП является нарушение водителя автобуса, несоблюдение дистанции, нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части, проезд перекрестков. На пересечении Московского проспекта улицы Малопролетарской водители маршрутных транспортных средств нередко нарушают поворот налево и среднего ряда. Теперь переходим к более позитивной теме. В Угличе сотрудники ГИБДД провели для водителей-пешеходов профилактическую акцию. А самым активным еще и подарили подарки. В чем была суть мероприятия, расскажет Иван Савинов. Яркий знак «тормози» виден издалека, но водителям не о чем беспокоиться. Сегодня их ждут полезные подарки и теплые слова напутствия от юных инспекторов движения. Если вы разрешите, то мы вам повесим сзади вот такую вот клеечку. Ну, конечно. Желаю вам удачного пути. Это от нашей школы. Спасибо. А вот этот ответственный автолюбитель даже затеял экспресс-мойку, чтобы и другие участники движения четко видели напоминания от госавтоинспекции. Мы хотим, чтобы все водители были внимательны за рулем и обращали внимание к нам, к пешеходам. Мы желаем всем водителям удачи на дорогах. Но дорога – это не только машины, поэтому организаторы акции уделяют пешеходам не меньшее внимание. Вот эти вот святовозвращающие элементы, они очень легкие в использовании. Желательно, чтобы они были с двух сторон наклеены. Вот. Еще также можно использовать такие же браслеты. Они многоразовые. Вытяните ручку, пожалуйста. Вперед. Опа! Подобные святовозвращающие стикеры, браслеты и брелоки особенно актуальны в зимний период, когда рано темнеет. По статистике, только в этом году в Угличе произошло 28 наездов на пешеходов. Один человек погиб. Большая часть совершения ДТП с участием пешеходов происходит по вине водителей, которые в основном не предоставляют преимущества движения пешеходам при осуществлении ими перехода по пешеходному переходу. Поэтому сегодня наше профилактическое мероприятие «Пешеходный переход» нацелено на выявление и пресечение нарушений правил дорожного движения водителями, транспортных средств, в части предоставления ими преимущества движения пешеходам. Сотрудники ГИБДД, ЮИД и родительский патруль работают в сообщении просто так. Важно, чтобы каждый человек усвоил главное правило. Надо сначала посмотреть налево, а потом направо и убедиться, что автомобиль остановился. А сейчас расскажем еще об одном рейде. Правда, цель его более масштабна – освободить парковки города от нарушителей. Ради этого сотрудники Ярославской госавтоинспекции Ярославля целый день патрулировали по центру города и эвакуировали все машины, оставленные не по правилам. В целях во избежание заторов сотрудники госавтоинспекции требуют от водителей соблюдения требований дорожных знаков. Инспекторы ДПС в соответствии с действующим законодательством имеют право эвакуировать транспортное средство на специализированную стоянку. Кроме штрафа в размере полутора тысяч рублей, автовладельцу придется оплатить услуги эвакуатора, а в ряде случаев и автостоянки. Жестоко, но наглядно. И, как показывает практика, жизненно. Сотрудники ГИБДД провели в Гавриловьяме краш-курс для родителей. Эмоциями от увиденного поделится Мария Анисимова. Во взгляде печали лоб прочертила глубокая морщина, глазам подступают слезы. Такую реакцию зрителей вызвал короткометражный фильм с безобидным названием «Кредитка». Собираешься ехать? Подожди минуту. Ты любишь свою машину? Получишь удовольствие от езды. Кадры этой картины слабонервным лучше не смотреть, поэтому детей не пускают. В зале только родители. Мы попытаемся на простом примере объяснить собравшимся, насколько хрупка человеческая жизнь и как просто могут быть разрушены планы на жизнь, разрушены мечты в результате тех поступков необдуманных, которые люди иногда совершают, участвуя в дорожном движении. Участникам краш-курса также показали ролики, снятые на местах аварий, произошедших в Ярославской области. Сотрудники ДПС, МЧС и Центра медицины катастроф поделились своими историями с ДТП. А сотрудники госавтоинспекции наглядно показали, как в один миг могут рухнуть все мечты и планы. Вспомните свои желания, задумайтесь на секунду. И теперь посмотрите сюда. В одну секунду жизнь может оборваться на дороге. Подобные мероприятия рассчитаны на пробуждение эмоций, чтобы люди почаще задумывались, хотят ли они обналичить кредитку, цена которой – человеческая смерть. Мария Анисимова, Сергей Мазилов, Патруль 76. Тотальные проверки не избежал никто. Очередная спецоперация «Бахус» прошла в минувшие выходные. Сотрудники ГИБДД останавливали автомобили и проверяли их водителей на состояние алкогольного и наркотического опьянения. В рейде госавтоинспекции помогал отряд Всероссийского общества автомобилистов. Добросовестным водителям вручались памятки, напоминающие о важности трезвого вождения. Не будьте равнодушными, не позволяйте никому садиться за руль в состоянии опьянения. По всем фактам управления водителями транспортных средств в состоянии опьянения сообщайте в дежурную часть. К счастью, за первые несколько часов операции «Бахус» сотрудникам попадались только трезвые водители. Но спустя время появился первый подозреваемый. Мужчина, управлявший «Тойотой», резко свернул на открытую парковку прямо перед постом ГАИ у юбилейного парка и поспешил покинуть машину. Реакция правоохранителей мгновенная. По первым признакам стало понятно – водитель может быть в состоянии опьянения. Далее процедура знакомая – понятые алкотестеры и положительный результат. Всего за минувшую пятницу и выходные дни на территории Ярославской области было поймано 43 пьяных водителя. Пять из них повторно. Им, как и владельцу «Тойоты», сесть за руль в ближайшее время, вряд ли удастся. Был составлен инстративный материал по ст. 12.8.1 Кодекса об инстративном правонарушении, что предусматривает лишение права управления данного водителя на срок от полтора до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. Сейчас автомобиль будет помещен на эукватор и переместится на спецстоянку. Если вы цените свое время, то сэкономить его вам поможет единый портал государственных услуг. О преимуществах сайта и о том, где можно получить помощь в регистрации, расскажет заместитель начальника Органалитического отдела Андрей Смирнов. Получить государственную услугу можно как путем личного обращения в регистрационно-экзаменационное подразделение, так и путем подачи заявлений через единый портал государственных и муниципальных услуг. Механизм получения государственной услуги путем подачи заявлений в электронном виде предоставляет ряд преимуществ гражданам. Следующее преимущество – это скидка, предусмотренная налоговым кодексом, то есть что в настоящее время очень позитивно сказывается на использовании гражданами данного механизма получения государственных услуг. И второй плюс – то, что ряд процедур до обращения гражданина в регистрационно-экзаменационное подразделение уже будут проведены сотрудниками и на само предоставление государственной услуги будет затрачено меньше времени. В каждом регистрационно-экзаменационном подразделении у нас существуют центры подтверждения личности, то есть если гражданин не имеет личного кабинета, своего, так сказать, аккаунта на едином портале госуступ, он может обратиться при любое наше регистрационно-экзаменационное подразделение, имея при себе паспорт и полис НИЛС, свидетельство. И ему будет оказана помощь в создании этого личного кабинета и при его желании, образно говоря, будет оказана помощь в создании записи на получение государственной услуги. Примеры нашей программы «Патруль-76» смотрите каждую субботу утром. На этом у меня все. Берегите свою жизнь и жизнь окружающих. На скорости 60 км в час, даже на сухой дороге, расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки, около 60 метров. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее перед пешеходным переходом. Внимание! Тормози заранее! 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 Тормози заранее!